Добрый день, уважаемые зрители канала Курск Принт. Сегодня мы вам расскажем в очередной раз про термопресс Hotstar с двумя нагревательными столами. Поехали! Итак, начнем наш рассказ по термопресс Hotstar с двумя нагревательными столами 40 на 60. На нашем канале уже было видео, можете перейти по ссылке и посмотреть обзор по этому термопрессу от начала и до конца. Сегодня мы же расскажем о его узлах, которые расположены с задней стороны термопресса, с передней, сверху, снизу и так далее. Как этот термопресс получить к себе на производство, как его установить и что необходимо с ним сделать. Изначально начнем с навеса, который идет на данном термопрессе. Дополнительно на этот термопресс установлены лазерные указки, которые позволяют располагать на столе в удобном месте по лазерным разметкам футболки, ткань и так далее. То, что вы планируете запекать. Их, как из столов, две штуки. Они настраиваются, выставляются один раз и после этого, в принципе, не трогаются. Подключение у них также идет 220 вольт через блок питания с задней стороны. Далее переходим к тому, что для данного термопресса необходимо приобрести компрессор. Компрессор тоже подключается через быстросъем. Как только вы себе на производство привезли данный термопресс, подсоединяете компрессор, нагнетаете давление и он у вас уже предварительно готов к передвижению. С задней стороны находятся, скажем так, регулировочные болты, которые позволяют вам регулировать давление, которое подается для перемещения с одного стола на другой стол. И сверху находится регулировка непосредственно прижимом, давлением, которое подается для того, чтобы совершать прижим. То есть вы регулируете. Справа и слева, сзади, как я уже показал, регулировочные болты, их вы просто подкручиваете по, скажем так, по ситуации. Если хотите, чтобы у вас стол быстрее передвигался, вы их приоткрываете. Если хотите, чтобы он у вас более медленно передвигался, вы их призакрываете, следовательно давление поступает меньше и стол медленнее передвигается. Дальше. Необходимо, как и в компрессор, в данном термопрессе добавить масло вот в данный резервуар, чтобы у вас происходила смазка внутренних элементов работы данного термопресса. Итак, теперь давайте перейдем к передней части термопресса. Здесь у нас располагается мониторчик, на котором мы можем, он сенсорный, на нем мы можем выставлять такую информацию, как температуру, время запекания, количество циклов, время ожидания и, в принципе, производить манипуляции, такие как перемещение стола в ручном режиме, прижим в ручном режиме, восстановление полуавтоматического режима, в котором у вас будут работать боковые кнопки, вот зеленые, вы можете видеть их на своих экранах. И есть полностью автоматический режим, который вы запускаете и по установленным настройкам, допустим, там поставили количество запекания 20, время ожидания 20 секунд, и для DTF-печати, и температура 160 градусов, допустим. И у вас стол автоматически ездит туда-сюда, пока вы укладываете на одном столе заготовки, он вам производит работу со вторым столом. То есть очень удобно для работы в потоке. Если же вы работаете в единичном, с единичными материалами, то, конечно, лучше использовать ручной режим, либо полуавтоматический, и в этом режиме гораздо удобнее работать с единичными материалами. Дальше. В данном термопрессе есть кнопка экстренного торможения, она красная, находится с правой стороны от управления. Как я уже говорил, здесь два стола, 40 на 60, на каждом из столов имеется силиконовый мат и прокладка между алюминием и силиконовым матом. Далее. Есть стол, станина, на которой крепятся столы. При желании столы можно сменить. Если вы хотите, можете поставить сюда стол для рукавов, можно приобрести его отдельно. То есть элементарно с нижней стороны откручивается пару болтов, и вы стол можете поменять. Здесь у вас будет плита, а здесь у вас будет для рукавов, если вы наносите какие-то эмблемы. Очень удобно, в принципе, для разнообразия можно рассмотреть такие варианты. Еще обязательно хочу обратить ваше внимание на конструкцию данного пресса. Это очень плотный металл. Сама конструкция очень плотная. Оси, по которым производится движение, их здесь две. Это нижняя ось и верхняя. По ним ходит основной блок с нагревательным элементом и толкающим цилиндром пневматическим. В принципе, по данному аппарату, желательно, конечно, его при установке, сборке. Вы изначально получаете аппарат. Ножки разобраны, и верхняя часть стоит отдельно. Ножки собираете, ножки выкручиваете по максимуму. Фиксируете на полу, и после этого устанавливаете термопресс непосредственно на место, где он у вас будет стоять. Желательно, конечно, его не перемещать, чтобы он плотно стоял. Потому что конструкция сама по себе нелегкая, плотная. И нужно, чтобы оно стояло неподвижно. Из-за этого производятся детальные настройки по давлению с задней стороны. То есть, как я уже рассказывал ранее, детальная настройка пневмоцилиндра, который ходит сзади и обеспечивает работу передвижения самого нагревательного элемента стола. Ее нужно произвести качественно. Но вот в очередной раз мы рассказали вам о данном термопрессе. Наверное, это все, что хотелось бы сказать на сегодняшний день. Данный термопресс очень популярен для людей, которые занимаются запеканием футболок, запеканием лекал и так далее. Кому достаточно будет размера 40 на 60. Также, повторюсь, имеется сменный стол второй, который вы можете приобрести отдельно и использовать для запекания тех же самых рукавов и так далее. Надеюсь, вам данный контент понравился. Обязательно ждем вас на нашем канале. Обязательно подписывайтесь. До новых встреч. Всего доброго. Пока.